Украинский солдат был убит в ходе столкновений под Муриенкой в Донецкой области. Об этом сообщили в Минобороны Украины. По данным ведомства, причиной смерти стал снайперский огонь. Ситуация на линии сопротивления остается нестабильной. В субботу Киев обменялся с повстанцами девятью пленниками впервые с начала этого года. Война в Украине оставила без крова сотни тысяч человек. Большинство бежали в Россию, но сейчас часть находится в приютах для беженцев в Киеве. Подробнее о работе одного из таких приютов в нашем следующем сюжете. 11-летняя Ксения играет с куклами, которые люди пожертвовали приюту для беженцев в Киеве. Вместе с мамой она переехала сюда из Донецка в прошлом году. Мы нашли работу, стараемся работать. Неохотно берут на работу, но стараемся работать. Накормить надо, одеть надо. Ну, как все вопросы вот эти, вот житейские, бытейские. А нынче все дорого. А, например, вот благодаря вот таким центрам как-то еще можно существовать, а больше. Киевский приют поддерживает главным образом беженцев из Донецкого и Луганского регионов. Многие волонтеры тоже приехали с востока Украины. Я раньше постоянно здесь работала. Я приехала с Донецка. Потом, когда нашла работу, только на выходных сюда приезжаю. А я приехала с ребенком три года, с мужем, с родителями. Мы снимаем квартиру. Раньше в Киеве жили, сейчас переехали в Борисполь. Всем новоприбывшим беженцам приходится снимать квартиры и регистрироваться в местных органах власти. Если у них есть нужные документы, они получают гуманитарную помощь. Число беженцев постепенно сокращается по мере угасания конфликта. Однако, когда люди смогут вернуться в родные места, пока не ясно.